Механизмы программы Нур-Лежер изменятся в этом году. Министерство по инвестициям и развитию прорабатывает вопрос удешевления строительства ипотечного кредитования через госпрограмму. Когда стоит ждать изменения в ситуации с дефицитом жилья в стране, узнавала Зарина Бесембина. 12 миллионов квадратных метров жилья планируют ввести в этом году по программе Нур-Лежер. Это, по словам министра по инвестициям и развитию Жениса Косымбека, уже к 2030 году позволит довести показатель обеспеченности населения жильем до 30 квадратных метров. Сейчас он едва превышает отметку 20 квадратных метров на одного человека. Кроме того, решается вопрос удешевления строительства ипотечного кредитования через госпрограмму Нур-Лежер. Коммерческими банками в текущем году будет выдано субсидированных кредитов застройщикам на сумму 125 миллиардов тенге и ипотеки на 105 миллиардов тенге. Оживление банковского сектора приведет к повышению ежегодного объема выдачи кредитов до 350 миллиардов тенге и доли вкладчиков Жилстройбирбанка в экономическом активном населении до 12%. Кроме этого, уже к 2025 году поступление налогов по соотношению к ВВП будет доведено до 25%. Об этом рассказали в Министерстве национальной экономики. По словам Тимура Сулейменова, реализация мер по совершенствованию налоговой политики и приватизации позволят в кратчайшие сроки реализовать поручения главы государства, данные на расширенном заседании 9 февраля. Речь идет об уменьшении госдолга, цифровизации системы образования и здравоохранения, а также формализации самозанятого населения. Уровень государственного долга должен быть взят на особый контроль. На данный момент уровень государственного долга, то есть совокупный долг правительства, национального банка и местных бюджетов составляет 26% ВВП. Это безопасный уровень. По прогнозу социально-экономического развития до 2022 года он даже у нас сократится до 23,7%. На данный момент разработали положение об МВК, которое будет определять предельный объем внешнего долга субъектов квази-государственного сектора. На данный момент он находится в Министерстве юстиции и в ближайшее время будет несен в вашу канцелярию. И, соответственно, в течение этого года будет уже проводиться работа по всем субъектам квази-госсектора в части согласования объемов их внешнего долга. Развитие навыков для новой цифровой экономики также вошли в число приоритетных направлений исполнения поручений президента. Отмечу, с этого года по всей стране заработала электронная биржа труда. К ней уже подключилось более 200 служб занятости, включая частные агентства и интернет-площадки. Кроме того, информатику с осени дети в школах начнут изучать уже в третьем классе. А до конца года будет разработана единая информационная система науки Казахстана. Зарина Бесембина, Наур из Базаров, Хабар-24, Астана.